В этом видео я покажу, как можно заморозить тыкву или кабачок так, чтобы заморозка получилась компактной и удобной для использования. Сезонные овощи мы обычно замораживаем в период их созревания, такие как помидоры, сладкий перец, зеленый горошек и другие. А вот тыкву или кабачок можно заморозить и в зимнее время. Часто такие овощи вырастают большими и поэтому не всегда бывают использованы для приготовления блюда целиком. В холодильнике они хранятся недолго и поэтому лучше оставшуюся часть заморозить. Вот эту половину тыквы я приготовила для заморозки. Она уже помыта, очищена от кожуры и семечек. Я разрезала тыкву на небольшие кусочки и теперь ее осталось измельчить. Для этого можно воспользоваться измельчителем. Я буду использовать мясорубку и вот такую насадку для овощей с небольшими отверстиями. Либо тыкву можно просто потереть на терке. А теперь измельченную тыквенную массу я переложу в пакеты. У меня получилось три пакета примерно по 500 грамм и их я укладываю в плоский поддон для заморозки вот таким образом. Заполненный поддон я отправляю в морозилку. Замерзшую тыкву я достаю из поддона. Получились вот такие тонкие брикеты. Теперь я переложу их в большой ящик морозилки, вот так уложив один над рукой. Такими брикетами замораживать удобно. Их можно компактно уложить в ящик морозилки. Они занимают меньше места и их удобнее доставать и использовать, в отличие от бесформенной заморозки. И еще один плюс такого способа. Заморозка делается небольшими порциями, так чтобы хватало на один раз использования. В этом случае не нужно размораживать, например, целый пластиковый контейнер или большой пакет с заморозкой. Достаточно достать один брикет. Но если и этого оказывается много, то брикет можно просто разломить. Для этого его необходимо вынуть на 5 минут из морозилки. Этого обычно бывает достаточно, чтобы он стал хрупким и можно было отломить кусочек. Вот таким образом. Остальное убрать обратно в морозилку. С замороженной тыквой можно готовить различные гарниры или каши. Самая популярная каша с тыквой пшенная, но с другими крупами тыква сочетается также хорошо. Также ее можно использовать в мясном фарше для пельменей или мантов. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Приходите на мой канал, подписывайтесь. А также я вас приглашаю на сайт едимкашу.ру